Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и я продолжаю на последнем уровне сложности за Единую Империю проходить Endless Space 2. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше, конечно, перейти к первой серии. Ссылка есть и в описании к этому видео, в правом верхнем углу появлялась, ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Так, два момента, которые я хочу сразу посмотреть, которые я всё время забывал сделать. Сейчас, во-первых, по экономике. Мы можем улучшать экономику, только не здесь, по-моему. Так, спящих отправляю, по-моему, здесь. То есть, я имею в виду улучшать, да, вот, транспортные компании. Во-первых, 167 заплатить, это добавится... Ну вот, сейчас, видите, я генерирую 112 золота в ход. 12 науки и 1 василько. То есть, вот это я увеличиваю грузовые суда, перевозящие, а это ресурсы роскоши. Не так уж и много. Я, кстати, 500 как-то жалко платить. Что, закрытых торговых, количество заблокированных. Пока только один. Ну, сейчас они больше будут, и у меня третьего уровня торговая компания. Еще могу дальше еще две компании открыть, но они постепенно улучшаются. Так, это я хотел сказать. И еще. Мы можем не только здесь законы принимать, но и менять, на самом деле, правительство. Совершенно об этом забыл. Вот сейчас у нас федерация. Плюс одна система для наложения штрафа за чрезмерную колонизацию за каждого героя, поддерживающего правящую партию в империи. И минус 20% стоимости улучшения развития системы в ресурсах. Что у нас еще есть? У нас есть демократия, диктатура и республика. Значит, демократия. Ну, видите, это стоит какой-то культуры. Минус 10% к расходу на поддержание законов. Ну, это не очень особо надо. Ячейка законов плюс одна. Ну, не знаю. Ну, диктатура точно нет, пожалуй. Что с республикой? Что есть представительство политической партии? Эффекты законов усилены. Ну, не знаю. Что-то мне не хочется пока менять. То есть, опять же, вот это довольно неочевидные штуки. И вот не зная, что это можно сделать, я просто забыл, что это уже делается. Вот не зная, что это можно сделать, вы фиг это найдете. А вот, и что, где-то транспортные компании у нас что делают. Так, было же только что 500. А, потому что я тут тоже сейчас добавил, да. Так, герои, что у нас тут появились. Кстати, вот где-то еще написано, когда нам героя дадут. Где-то идет накопление очков. Вот тут, наверное. Вот, 36%. Видите, плюс 62 сейчас. Или когда 1700 очков будет набрано, я получу нового героя. И он, скорее всего, будет стражем. Ну, тут вероятность. Это не факт, что он будет тут вероятность. 25 героев в галактике у нас, из которых 4 моих. Ну, в принципе, на 12 фракций это нормально. Нормально, ладно. Так. Значит, я решил не нападать на сафонов и этих. Я тут и так... Аванпост 8 ходов. В принципе... Не трогаем. Здесь мы в защите стоим. Так, тут я поотправлял зонды туда, туда, туда. Тут у нас летит зонд вообще, нет? Туда летит зонд. Давайте, наверное... Я еще один отправлю вот так. А может, мне сразу сюда и пролететь, к этой академии, дальше там лететь и следовать, кстати. Просто там уже система этих... И ЙОЛО! Они меня не пустят. Не будут нападать на меня. Зачем мне это надо? Так, все. Тут мы ничего сделать не можем. Не хочу нападать, опять же, повторюсь. Пройдут сейчас еще по планетам. Блин, тут патруль. Один ход. И тут бы этих вот двоих куда-нибудь отправить. Что у нас по населению вообще? Тут уже до предела все. Тут два... Две лишних вообще. Тут уже практически колонизировано. Салван, ну, наверное... Блин, 16 ходов будет терраформирование. Ну, я поставлю, а может, ускорю потом. Потом... Так, тут тоже уже максимум. Да, что-то у меня уже перенаселение. Вот, кстати, здесь слабо... Не знаю, почему не хотят сюда селиться. Нет, тут тоже дофига на самом деле. Да, тут а вон посты только делаются. Да... Что-то у меня уже перенаселение начинается. Как у нас по поддержке? Не, ну, пока нормально. Даже самое маленькое удовлетворение. Тут, вон, преданность вообще в империи. Что, в принципе, можно. Ладно, посмотришь, у нас строится еще. Вот это я не досмотрел. Да, тут надо выбрать что-то делать. На уровень системы плюс 25. Я не думаю, что у меня вот это самое лучшее. Так, где у меня вообще, какая у меня система плод предателя? Вот я бы сказал, что Янус получше будет. Хотя в Янусе у нас минус еда почему-то. Нам бы в Янус... Нам бы в Янус героя. Давайте, наверное, купим... Кого-то. Религиозник, эколог, эколог. Так. На еду. Я бы вот на еду именно покупал. Плюс еще производство за горячую планету на систему. А в Янусе у нас какие системы? Холодная. Есть горячая. Ну да, давайте, наверное, этого парня. Он мне нравится. Как раз страж. Подтверждаю. Так, тут мы героя определили. Так, все-таки, что во плоти предателя строить? Да, типа, Янус я хочу до второго... До третьего уровня потом модернизировать. Что у нас тут? Еда есть. Ну, я это не хочу ничего строить. Производство. Тоже. Ну, блин, 25 Адамонтана. Ну, наверное, стоит поставить. Тут как бы без разницы на какой. Главное, чтобы уровень системы был. С аномалиями. Ну, тут есть, вон, аномалия одна. Будет... Нет, давайте, наверное, вот этих генератор поставлю. А вот тут уже аккуратное выметание. Потому что здесь я хочу уровень планеты модернизировать. То есть мне нужно 60 васильковых этих... Это васильковые плесени. У меня ее 39 на 10 вход. То есть даже 10 с половиной. То есть через два хода можно будет модернизировать до третьего уровня. Так, вот исследование аномалий и колонизации. Ладно, все, конец хода. Так, операция взлома не назначена. Давайте отсюда. Блин, почему не назначается, я не понимаю. Чего только сюда назначается? Давайте в академию отправим операцию взлома. Вот тут у нас люмерис. Нет, я вижу их границы. О, получили 60. Это, ну, у нас, правда, и так его немерено. С другой стороны. Ну, выполнили квест, приятно. Ну, давайте примем не нападать. Я не хочу нападать. В принципе, я согласен. Но они дальше пролететь уже не могут. Так, тут ученые закончились. Ну, тут на деньги опять, наверное. Вот это буду прокачивать. Блин, у меня этот герой уже не знаю какого уровня. Большого. О, диапазон обзора минус 20 нет. Не хочу. Ценность месторождения на залеже стратегических ресурсов. Сейчас мне надо посмотреть, какие методы стратегические ресурсы вообще. Это как-то фигня все. Мне, наверное, надо метод старателя, скорее всего. Да, у меня здесь, видите, и адамант есть. Да, надо эту брать. Плюс 2 ценность месторождения на залеже стратегических. То есть, будет больше стратегических ресурсов капать в ход. Население растет. А, еще один. Это вот тут мы в фаде закончили изучение аномалий. То есть... О, еще тут можно изучить. Два хода. Микрофабрика. Что дает? Плюс 3 еды и плюс 1... О, класс. Класс, класс, класс. Хорошо. И дальше пока поставлю порошковое производство. И мандзукич. И мандзукич. Полетели корабли. Тут я хочу в медведице. Так. Могу поотправлять зонды с одной стороны, а с другой стороны некуда. Мне их пока отправить. Ладно, пускай стоит на месте. Полетели под рулем исследовать дальше системы. Так, когда у нас медведица станет 4 хода? Нет, не буду уже ничем тут ускорять. Я слушаю. 9 процентов. Ну что, дай сделать последнюю контрибуцию. То есть 1700 это даже не 10. Мне бы вот хотя бы 12, да? Если... Это на 3 надо разделить. Это где-то 600. А у меня нету столько культуры. Давайте хотя бы, может, деревья обгоним. Давайте соточку еще доложим. А соточка это... Даже не 1 процент, очевидно. 1 процент это 200. Ладно. Не знаю, правда, на что это сейчас повлияет. Сейчас мы следующим ходом просто узнаем. Что-то нам дадут, наверное. Нет, исследование в очереди. Как-то я так все исследовал. И ничего не поставил. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так. Вот тут еще... Я хотел, помню, поставить... Которое позволяет пепловые планеты колонизировать. И тут еще дополнительно... Можно будет... Производство в деньги переобразовывать, да. Один ход, правда, но исследуется. Поэтому надо что-то еще открыть. Я тут новый корпус... Ух ты. Давление на меня увеличивает. Академия возросла. Видите, третий станет первоначальным уровнем всех нанимаемых героев. Сразу с третьего уровня мы будем. Так, сеятели. Четвертый. Четвертый. То есть, мне надо было с первого по четвертое место занять, чтобы хоть что-то получить. Зашибись. Ну, короче, мне кажется... На этой высокой сложности лучше не посылать культуры. Я туда влил 2000 культуры, считайте, и не получил ничего. Класс. О, ауригу нашли. Это... Аурига — это планета, на которой проходили события Endless Legend. Но так как она... По идее, она должна быть сейчас замерзшей. Тут, что ли, она? Нет, не тут. А где же я ее нашел? Тут? Нет, и не тут. Блин. Тут? Да, вот она. Большая лизия, то есть она в итоге замерзла. Это сейчас событие, то, что происходит после Endless Legend. 20% галактики исследовал. Сейчас попробую еще поторговать картами, возможно. Вообще есть? Помните, у нас было задание на 50% открыть? Я наш... Я шестой. Кстати, еще никто не выполнил эту цель. Там все, 75 какого-то ресурсов дадут, честно говоря. Такое себе. Ну, давайте вот эту на еду. Убыль населения на Янусе. И увеличение населения. Фад уже полностью. О, васильковую плесень нашли на фаде. Так. И можно специализацию. Ну, я открыл деньги, так. Вот это адаптивная система налогов... О, слава богу, никаких ресурсов не требуется. На плодородные и умеренные по плюс 4 от жителей. Отлично. Вот это то, что надо. Видите, у меня тут умеренные все. И плодородные. Класс. Вот, плодородные и умеренные. Отлично. Здесь тоже надо. Здесь бессмысленно строить, потому что не будет влиять вообще. Тут тоже бессмысленно. Ну, вот, одна умеренная, но она не колонизирована. Так, слушайте, там один ход остался до порошковой. Что-то надо еще построить. Аномалиями. Ну, это реликвия. На плодородные и умеренные, а холодные. Ну, вот, можно еду. А с другой стороны, нафига? Видите, может, просто производство. Близ 16 денег. А, на производство поставлю. Мне кажется, я сейчас с деньгами... Вот, тут это строим и до третьего уровня поднимаем. Плодородные и умеренные. И, кстати, можно вот эту адаптивную. Видите, тут одна есть нормальная. Более-менее. Нет. А тут все аванпосты, да? Ладно, заканчиваем пока это улучшение. Минус 150 пока по деньгам идет. Так, видите, тут аванпост... Ну, вот Сафона наконец-то нашел. Причем, они поставили аванпост за границами люмерис. То есть, люмерис, мне кажется, должно не... Видите, тут дальше сплошные люмерис находятся. Странно. Так, ну, давайте исследуем. Эти аномалии. О, какой-то, ну, протоорхидея. Класс. Плюс одна денег, плюс одну науку, плюс одна еда и производство от каждого жителя. Очень неплохая... Очень неплохое... Вообще, очень неплохая система, не знаю, что люмерис. Не колонизировали ее? Давайте я, наверное, вот... Туда отправлю. Тут явно какая-то система должна быть. Полечу дальше. Орхидеи добыли. Протоорхидею добыли. Надо бы очередь исследований дальше поставить. Я вот тут все рассматривал. Где я тут новый открыл корпус? Да, вот. Сопрон класс. Это координатор. То есть, это юнит поддержки. Вот это улучшение военного корпуса. Эгезри. Я так понимаю, что это улучшит корветы. Яронев. Тут вместимость. Тут вместимость. Авианосец. Авианосец я не хочу. Шеридин. Сопрон. А чего отличаются эти вообще корпуса? Я бы, наверное, тогда этот... Раз я его уже открыл, я бы его дальше улучшил. Так. Давайте вообще посмотрим, какие тут техи. Посольство Академии. Плюс 80% очков, которые следующего героя. Ну, кстати, можно... Чтобы не покупать каждый раз. Плюс одна культура за каждого жителя. Тут можно бесплодные планеты колонизировать. Университет Денарко. Тоже классный, кстати. Называется, сдавать альянсы. Да, ну у меня пока... Давайте вот эту адаптивную бюрократию попробуем. Просто у меня со счастьем все нормально вроде, но и культуру я получаю за счет... постройки зданий. Так. Хочу, наверное, что-нибудь на Титан открыть. Оборонный модуль. Титановый. Увеличение количества... Юнитов в одной армии. Улучшенные системы залпового огня. Тут у нас... Увеличивает количество уничтожаемых членов экипажа. Потери при посадке снижают. Мы как-то вот в эти две сильно ломанулись. Центр КЗ Бегемота. Социализация Цитадель. То есть, видите, я могу такой Бегемот построить, и он будет давать бонусы к произведению. Кстати, тоже интересно. Давайте откроем. Будет третий Бегемот. Я его на... Ну, вот на такое... Улучшение. Блин, тут тоже стоит. Не дает про... Про это... Пролететь. То есть, я сюда дальше не могу пролететь. Потому что тут вот стоит корабль Академии. Под названием Слова. И не дает. Поэтому придется, видимо, сюда слетать. Стан, я, кстати, не помню, чтобы Академия так развивалась. Я думал всегда, что одна планета будет, и все. А тут у них уже несколько. Как минимум. То есть, Академия это как друг... Еще одна фракция такая, тринадцатая. Вот этих я не хочу... Как бы... Не хочу делать тут систему, потому что это скорее деревьев система. Блин, хотел, кстати, поторговать картами. Сейчас надо. Заняться будет этим. Так. На горячей и стерильной... И лавовые планеты. Можно полонизировать. Радушие с Нирис. О, конкурентное задание. Битва за пищу. Станьте хозяином системы, которая производит больше всего пищи в галактике. Осталось 10 ходов. Ну... Пока нет. Агрессивная нота в нашу сторону. Кем я тут могу пообщаться? Слюмерис. Убрать платы из сферы влияния. О, они согласны. Отлично. Отлично. Так, ну я, наверное, могу... А Слюмерис? Нет. Неизвестная империя ассимулировала Нирис. Только я их встретил, они уже ассимилированы. Вон там пираты летают. Не добил кто-то. Домашнюю планету Люмерис нашли. В созвездии... Солнечной системы весов. Дженис. Атолловая. На Атоллах появилась эта... Люмерис появились. Так, тут вот. Не знаю, почему написано, что владелец Сафоны. Неужели они прямо... Такое огромное созвездие, циркуль. Ладно. Объединим в один флот пока. Завершилось событие. Да блин, почему у меня на Янусе убыль населения... А, потому что у меня минус 35 еды тут. Может перебросить? Ну вот это, кстати, из-за того, что вот здесь вот минус по идее идет. Может так сделать пока. Вообще никак не меняется. Каждые пять ходов, видите, убыль. Ладно. На других планетах зато растет. Ух ты, нашли ремнантов как население. На фаде. И что они тут сразу... Ну и куда они делись? Интересно. Так, видите, лавовую могу колонизировать. Чем я и займусь. Да, я сначала даже сразу... Сначала ее колонизируем. Где-то еще у меня были... Ага, и вот графиас. Собственно, две лавовые. Ну что, сделать поселенца? Я просто не вижу. У меня вот последний, кстати, вот эту и вот эту я колонизирую. И все, и вот эта система. И у меня больше нету свободных систем, в общем-то, для колонизации. Как раз ровно десяточка будет. Да, наверное, стоит... Построить поселенца. Так, тут стоим. Низкотемпературное производство. Что по победам? Я первый по чуде, но это вряд ли. По экономике я двенадцатый, по науке первый. Кстати, четвертый по контролю над звездными системами. Так я неплохо расселился. Ну, господство первое, это не обращайте внимания, это... Тут, наверное, все первые. Для победы надо контроль над домашними. То есть, грубо говоря, захватить столицы всех в фракции. Просто сейчас никто ни у кого не захватил. По очкам четвертый. Слушайте, так я неплохо. Иду. По очкам. Даже. Ну и по чудесам тут скорее... Да, видите, никто не построил необходимые обелиски, просто ноль. Поэтому чудеса и господство просто все одинаково. Ну, по экономике, конечно... Печаль, потому что денег у меня нет. Вот для победы экономики надо миллион пятьдесят тысяч накопить. Я так понимаю. Мне нужны еще филиалы торговых компаний. Я их не могу пока построить, да? Ладно. Заканчиваем ход. О, братцы и медведица. Медведица, по-моему, уже должна стать... Опять враждебная программа. А, это я, потому что в Гайкон иду. Ну, и тут хоть иду. Санте, первый, кто пускает межгалактический Технадайн. Жаль, не я. Это, по-моему, кстати, Горацио. По-моему, по цветам. Блин, вот с этими... Вот с этими я бы очень не хотел ссориться и с ними воевать. Честно говоря. Вообще, сейчас надо дипломатию посмотреть. А, ну вот, собственно, этих Ченг ассимилировали, видите? Все. А есть вообще еще у нас хоть какие-то... Ага, вот у нас есть. Минорная фракция, имею в виду. Селение растет. Этот получил уровень. Вот тут, по-моему, найду и производство, да. Корана стала третьего уровня. 479 науки. Чисто моя основная система. А так 2000... Ну, тоже неплохо. Для победы наукой нам надо открыть вот эти финальные... Смотрите, где? Вот. По-моему, вот эту, вот эту, вот эту и вот эти четыре вот этих каких-то финальных техи. Это будет давать плюс 10% к науке. Это будет давать, по-моему, к... Эти рыночные стоимости плюс 15% от всех ресурсов. Ну и так далее. То есть, это очень крутые бонусы. Когда все четыре открыты, тогда, по-моему, победа наукой происходит. Ой, могу что-то исследовать, да, какие-то аномалии. Исследовать на тех планетах, где он не поселилась еще. Эта цивилизация. Ну и прото-орхидея, конечно, круто. Ничего не могу сказать. Да, я, по-моему, я тут дальше не могу пролететь из-за... Ну, поставлю пока, но мне кажется, нападут на этого скаута. У меня такое ощущение какое-то. Все, медведица. Нет, еще один ход, блин. А... Брация. Тоже один ход, отлично. В следующем ходу у меня будут колонии. И вот тут у нас... Колонист, во-первых, летит в графиас. И что-то патруль у нас завис. Давайте патруль к деревьям отправим. Так, хотел подипломатить. С кем у меня вообще... Ну вот, холодная война, да? Но у нас улучшение отношений. Я бы с ними мир попробовал заключить. Вообще не хочет. А че так? А торговое соглашение? Еще, еще меньше хочет. Но торговое соглашение только после мира, возможно. Вот, блин. Хорошо, обмен картами. Блин, как бы мне так понять? Сдержанная. Враждебная. Агрессивная. Сдержанная. Агрессивная. Давайте с этими попробуем пообщаться. Кстати, с разрушителями невозможно мир заключить. Это просто такая у них вот невозможность. Давайте попробуем обмен картами. Не, вообще без шансов. Блин. Че мне так со всеми как-то не очень... Не, ну с этими еще более-менее понятно. С Афонов я там постоянно с ними воевал. Ёла враждебная. Да, че-то как-то дипломатии у меня тут не получается. Улучшение корпуса. То есть мне бы Сапрон начать уже производить. То есть это у нас линкор такой, Сапрон, или охотник? Ну это вообще корабли для нападения скорее. Хочу ли я нападать на кого-то? Блин, а как бы мне посмотреть еще отношения других фракций между собой? По-моему, в дипломатии надо переключать просто. Мне интересно, какие отношения у Сафронов с Люмерис. Так, Сапрон открыли. Адаптивную бюрократию прям сразу открыли. Это ремоквест какой-то выполнили. Новая торговая компания, отлично. Стал колонией. Так, сразу давайте. И Медведица. О, Накалимов встретили. Какие-то искусственные механизмы, очевидно. Твои действия опасны, но мы чувствуем никакого страха. Скудная почва и при этом низкая гравитация. То есть, в плане скудная почва и низкая гравитация друг друга... Видите, короче, будет минус 3 еды, но плюс 2 производства. А тут что? А, минус... Вот, я бы лучше вот эту тогда колонизировал. Так, отлично. И в Братции... Вот эту, наверное, построю. О, минус 65, уже веселее. Это, конечно, аккуратное выметание. Такое. Так. Что я хотел... Да. Я хотел... Как-то переключить... Вот, сменить позицию. По-моему... Ну, например, разрушители. Где-то разрушители у нас. Так, вот. Видите, сменили позицию. И смотрим, что у разрушителей. Ну, тут из тех, кого мы встретили, у них со всеми холодная война. То есть, из встречных нами нету войны. Хорошо. А теперь давайте сменим позицию с... Сафронами. Сафонами. У них холодная тоже... Холодная война со всеми. Нету войны с Люмерис. Но у них, видите, какое с Люмерис? Люмерис на них очень сильно давит. Даже сильнее давит, чем на нас. Между прочим. Так, я хочу узнать, а что вот это давление вообще значит? Баланса влиятельного давления между вами и выбранной империей. Так, хорошо. И на что оно влияет? Выдвигать требования можно будет, когда оно достигнет какого-то определенного уровня. Ясно. Не, летит, слушайте, дальше. Полетело. Отлично. Сколько у меня? Один. 50 науки дали. Так, где тут наши корабли? Посел прилетел. Колонизируем. Кого в начале? У нас тут два варианта. Они, по-моему, абсолютно один. Одна огромная, другая. Большая. 16 производства, 2 денег. 16 производства, 2 денег. 5 населения, 4. Наверное, сюда. Ну, видите, будет минус 8 из-за типа планеты. Минус 8 счастья. Нам бы ее сразу терраформировать. О, класс. Лавовая. Я тут, знаете, кто хроники Ридика смотрел, мне тут надо эту делать. Тюрьму. Не будем ускорять. Ну, что-то на говняных планетах сразу 5 ходов всего лишь. Так, и я гляну, что, да, у меня 9 из 10. О, наконец-то я могу тут квест выполнить. Значит, сейчас мы исследуем две вот этих аномалии, тратим по 5 титана, и будет появляться корабль. Пиратский. Я поэтому сюда флоты вел. Локация Сикагоя? Ух ты. И где это Сикагоя? А где корабль пиратский? Обманули? Хорошо, Сикагоя где? Или это еще надо выполнить? Организуйте аванпост Оэра. Вряд ли. Ну, кстати, не отменился квест. Там вот уже заселилось, но квест у меня не отменился. Терраформируйте стерильную планету Минтака 1, чтобы... Так, вот это я забыл сделать, кстати. Какая у нас стерильная? А у нас тут все стерильные. Какую лучше? А вот у меня идет терраформирование. Сорян. Так, 4 хода. Хорошо. Что тут вообще еще есть? Месторождение за ресурс роскоши. Нет. Нет. Горячая и стерильная. Ну, у нас одна будет. Я хочу ее терраформировать. Тоже не особо есть желание. О, улучшенный сбор налогов. Ну, тоже Адамантан требуется. Ммм, вот это хорошее для Минтаке 1. Вон, пока 4 хода не будем трогать. Дальше что? Станьте хозяином системы, которая больше всего осталась. 8 ходов. Вряд ли. Я даже не знаю, как это проверить. А, вот. Изучите феномен на планете Медведица 3. Когда будете готовы сдать 10 Титана, 10 Киперия. Готов. Готов. Прямо сейчас уже готов. И у меня Сикагоя вот это откроется. Так, вот. Исследуем. Вы открыли планету Сикагоя. Большая часть Сикагоя покрыта густыми лесами, когда тогда была одним из крупных центров цивилизации Вечных. Удивительно, что здесь одновременно находились и научные, и развлекательные комплексы. Именно здесь Вечные впервые модифицировали расу крылатых существ Хишо. Превратив их в грозных воинов. А затем обучили их сражаться на арене на потеху скучающей публике. Да. Вот она где. Блин, так она уже заселена. Ну и смысл? Вообще в другом конце галактики. Нормально вообще? Блин. Ну, 100 трансвинограда дали зато. И квест выполнен, да? А мой основной квест, кстати, я походу закончил. Судя по всему. Потому что вот это вот все, это не квесты фракции. Да? Я благополучно квест фракции завершил. Куда я хочу полететь? Вот это чья вообще система? Какой-то синий. Я вообще их встретил? Йолу. А, ну да, это эти. Встретил. Ну, давайте я, может, туда брошу к разрушителям. Просто интересно, с кем они там воюют. Если я отправлю туда... Наверное, вот так. И вот так. А сам полечу сюда. Да, ну и смысл сюда в флот... Ну, полетели, наверное, тогда... Так. А что за шаттл? Куда мне этот шаттл дали? Тоже за какой-то квест, наверное. Давайте их объединим. А с другой стороны, а нафига? Я не могу его улучшать никак, так? Я бы его продал. Давайте этот я продам. Этими летим сюда. И, наверное, с Люмерис имеет смысл повоевать. Так, и этот исследовательский корабль. Отправим вот сюда. Дальше. Тут у меня, опять же, есть... Вот эти мародер и клетка, которые я никак не могу улучшать, поэтому я их продам. Объединили во флот и глянем, что у нас с корпусами. Новое оружие нету. Новые защиты нету. Это что? Увеличить шанс стать целью, чтобы его атаковали, да? Ну, нет, ничего интересного. Давайте глянем для... Военных бегемотов. Ну, тоже ничего пока. И, кстати, я больше бегемотов не могу построить. А, у меня уничтожили один бегемот. Точно, у меня уничтожили один бегемот. Какая у нас система сейчас самая производственная? Ну, столичная, очевидно. Могу я тут бегемот построить? Во, университет Денарка. Слушайте, три хода университет Денарк. Давайте я его построю. Вот после адаптивных этих он очень круто будет идти. Потом бегемотика. А это я попробую терраформирование накопить культуры. И улучшить. О, я уже в плюс по деньгам вышел. Отлично. Так. Экономика. Просто университет Денарка там очень крутой бонус. Просто от всех. Смотрите. Плюс два. Ко всем абсолютно этим, там, прогрессу, праху и так далее от каждого жителя. Это очень будет круто. Так, вот тут как раз новые оборонные модули открылись. Бонусность. О, я 50 жителей уже Мизари. То бишь у меня плюс, минус 10% стоимость технологии. Здорово. Юшу скоро 20 станут. Вместимость увеличится. Ну, как-то вот все остальные у меня как-то слабенько. Не, я не хочу тут два Горацио всего. Ускорять их неинтересно. Ух ты, Янус. Был взломан. Надо как-то защиту какую-то сделать, наверное. Это, скорее всего, деревья, кстати. Видите, мне Янус взломали. Здесь я хочу еще штаб-квартиру торговой компании. Или подождите. Кто у меня... Какая моя вторая по развитости система? Вообще, Янус минус 3 денег дает. Но она производственная сама. Но она вообще, кстати, неплохо будет развиваться. Да, в Янусе надо. Штаб-квартиру. Почему только один этот... А, вот я могу... Нет. Я вроде же уже добавлял плюс это. Почему я так остался один? Странно. Минтака потом. Надо, конечно, Минтаку еще следующую до третьего уровня. Ага, я уже даже это могу сделать, кстати. Вот это, смотрите, ошибка в локализации. Вот это хранители, которые из Ауриги улетели. Они, ну, хранителями, собственно, и в Endless Legend были. Вот это хор теней. Они, кстати, играют как раз через эти вот взломы. Через эти вот... Системы всякое взломы. Но это в каком-то из дополнений было добавлено. Ну, по-моему, где-то есть стрим, как я за них играю. Так, станьте первым, кто захватит 7 звездных систем. Ну, я 3 захватил, это имеется в виду у варваров, помните? Варвары были. Ну, что, прям повоевать с Люмери сможет. Или любые растения плюс 60 денег дают. Так, ну, у нас пока ученые лидируют. Теперь глянем. У нас, по идее, линкор. А, видите, чтобы сюда улучшать, у меня адамант придется. Даже если я любой вот ставлю оружием, и все равно это адамант приходится тратить. Вот оно че. Ну, у нас защита появилась. Улучшенная реактивная. Мне бы знать, какой флот у Люмерис. Как мне это узнать? Ну, вот, например, вот у них флот, да? У них атака кинетическая и защита кинетическая на данный момент. Ну, у них как-то и не особо большая империя, я смотрю. У них раз, два, три, четыре, пять. Пять систем. Сафоном. Я поражаюсь сафоном. Вот, вот у них, видимо, где-то вот тут систему. Как они отсюда аж до меня добрались и напрягали меня, в отличие от Люмерис. Удивительно, да? Универт три хода. Я бы вас удовольствием построил. С большим-большим удовольствием. Самолеты я еще не открыл, да? Тоже могу танки улучшить. Ладно, заканчиваю пока ход. Я хочу вот аванпост в системе... Ну, блин, если я буду захватывать, то я оставлю себе уже планету. Зачем мне там аванпост? Или сначала Теркану захватить. Вот, усеятели. Десятые религиозники. И Йошу скоро разблокируются тоже. Опять задания. Совместная академия добить, чтобы популяция малой цивилизации достигла минимум 369 во всей галактике. Что-то вряд ли я этим заниматься буду. Так, горячая она система. А где он у нас сидит? На Янусе. Сколько там горячих? Умеренная, холодная. Одна горячая. Нет, я лучше тогда... Дам ему еду и производство от жителя. Так, дальше что возьмем тут? Давайте, наверное, вот эту науку. 60 на уровень системы имеется в виду. То есть, по идее, 180 науки еще плюс будет. Янус третьего уровня стал. Ну, конечно, поменьше, поменьше. Капает. А нет, тут... А нет, все, да. Не, вот еще дуэль. Тоже система люмин. Ну и сафоны тут рядом, получается. С ними. Вот тут вообще какая-то... Криогенная колония какая-то. Ух ты. Летает. Ну, туда я отправил спутники. Я хочу, наверное, дальше сюда полететь. Видимо. Давайте я вот так спутник отправлю. О, какую-то туманность. Нашел-то пульсар, что ли? Нейтронная звезда. Дальше туда полетим. Могу ускорить. Давайте я, наверное, даже на это и сделаю. Я хочу этот университет построить очень сильно. Так, тут один ход остался. 48. Давайте у этого... Бегемота поменяем... А, нет, я здесь ничего не помню. Хотя... Не, мне лазерные тут надо оставлять. Блин. Плюс 25 процентов. Это будет... 22 всего лишь. Плюс. 25 за уровень системы. Ну, тоже, блин, 25. С другой стороны, у меня Адамонтана много. А с другой стороны, я как-то не хочу. Ладно, давайте пока вот так будем преобразовывать. Я пока не вижу, что мне тут строить. На этой системе. Одна ячейка на стерильной. Это, конечно, да. Но, видите, я терраформирую. Нет, тут пока ничего нового. О, тут один ход. Ледяная и токсичная. М-м-м-м. Ну, плюс 5 всего лишь будет. Сплатить за это 16 монет. Не, давайте... Блин. Еда тоже как бы я не хочу. Плодородная с аномалиями. Блин, 32 денег платить. Блин, что тут? Все какое-то... Бо, кстати. Вот тут генерирование ресурсов. Вот это да. Потому что... М-м-м. Единственная планета, где антиматерия. Да. Это круто будет. Так, знаете, что я хочу посмотреть? Какую мне следующую планету... Улучшать до второго уровня? Видимо, Ментаку. До третьего, имею в виду. Ментаку. Ага, стоит модернизация. И тут, собственно, вот это аккуратное выметание следующее надо. Вот так сделаем. Ну, поддерживаем ученых. Я думаю, они победят. Уже пацифисты следующее. Как ни странно. О, новые законы. 30... Ну, нафига мне 30% еды на систему. Стоимость дипломатии снижена. Кстати, вот это интересно. Сейчас глянем, какие у нас там законы приняты. Возможно, стоит что-то поменять. Но еще один бегемот могу строить. Вот это я, кстати, хотел промышленный. Постой. Так, что нам дальше? Что-то у меня ничего не выбрано было. 25% науки защиты. Вот это, слушайте, давайте откроем. В общем, оно 0 ходов написано. Токсичные планеты. Я бы еще открыл. Генерирование ресурсов. Ячейка населения на газах. Кстати, а где газовые, возможно? Можно... Собственно, вот. Но это дополнительно... А, позволяет колонизировать. Да, давайте это следующее. Так, два хода. Увеличивать скорость перемещения в варпе вне звездных путей. Ну, не знаю. Не знаю. Плюс 50 науки за уровень системы и плюс 10 за аномалию. Но антиматерию надо будет тратить на это. Зато откроются новые феномены. Тоже можно открыть, мне кажется. Плюс 40 процентов. Ну, за антиматерию. У меня антиматерии мало. Чтобы это все строить. А вот, на плодородные и холодные, кстати. Давайте в учебу. Так. Новое задание совместное. Исследуйте все отмеченные феномены. Расправятся новые... Ваши всем будут наложены штрафы. Ну вот, блин. Чтобы вы прекратили... Давайте приму. Не буду... Взламывать. Университет Денарко построен. Университет Денарко построен. Почему не написано тут, что они начали давать? Аккуратно. Аккуратно. В смысле, герой не назначен? Почему у меня минус 50 денег? Герой... А, наоборот, герой назначен. А, это содержание героя. Да. Это содержание... А где вот... То, что я сейчас получаю за этот... За это чудо. Блин. Он уж построен у меня. Да, вот он. Плюс 2. Хм. Ну что, еще уходом посмотреть. Включено питание в минтаке. И на что это влияет, интересно. А, я вообще не могу управлять ею. Прикольно. Зашибись. Забавно. Интересно, я такого не помню, что... Происходило. Так, давайте отправим туда и туда. А сам полечу сюда. Блин. Два спутника в одно и то же место отправил случайно. Вот тут колонизация, а тут ксеноиндустрия заканчивается. Так. В медведице. Давайте следующую колонизируем. Сколько ходов тоже довольно быстро. И построим предсказательную логистику. Потому что плюс 20 на планете. У меня тут три планеты. Будет дофига производства. Так, а в Брации? Газовые мы тоже скоро откроем. А пока... Не знаю, давайте. Порошковое производство может... Ну, она еще степная, умеренная, да? Тут ничего нового не появилось, что я хотел бы построить. А, слушайте, так это... Я думал, это бегемот новый, а это здание. А, ну, стоимость каждого бегемота будет выше теперь. То есть я как бы строю здание, которое увеличивает количество бегемотов, но при этом... Эти самые бегемоты становятся дороже. Так, ну я хочу, очевидно, взламывать... Люмерис. Так, я там могу... Ага, и не хватает больше. Ну, шифр, чтобы... Так понимаю... Удаляет обнаруженные бакдоры, и вражеская скорость взлома снижается. Я поставил ускоритель. А, тут уже стоит ускоритель. Так. Ну, у меня только одна операция взлома возможна, и вообще у меня... Это все, что я могу делать. В принципе. Ладно. Я вот думаю, на кого он у меня нападает. На Люмерис или на Сафонов? Я не думаю, что Сафоны теперь могут ко мне прилететь через Люмерис. С другой стороны, нафига мне нападать на Сафонов, если у меня плохие отношения именно с Люмерис? Вот это буду построить лабораторию оптики. Защитная программа взлома. Атакующая программа взлома. И колонизация ледяных планет. О! Юшу стали... Вместимость увеличивается. Хотя, не знаю, для моей... Для моего стиля игры, по-моему, это такая так себе способность. Так, ремнантов... Ассимилировали. Как долго? Три хода колонизация. А терраформирование... Нифига себе. Пожалуй, нет. Все. Лимит дальше будет уже снижать лояльность, удовлетворение. Блин, как мы Ментаку отключили от сети. Еще разные созвездия. Хм... Ну, мне кажется, все-таки на Люмерис стоит нападать. А если стоит нападать, то мне, наверное, надо открыть что-то... Не на науку, а все-таки на войну. Раз уж мы его... О, видите, тут открылась следующий этап. Так, у меня много Адамонтана. Да, давайте оружие Адамонтановое попробуем пооткрывать. Четыре хода. Самолеты не хочу. О, эта технология характерна для склонности воли Императора. Пшивка Джиггернаут. Это для бегемотов. Бонус к здоровью и защита от снарядов. Угу. Ну, давайте откроем. Вот так пока сделаю. Кстати, а Люмерис что-нибудь выполнила из этих квестов? Не-а. То есть, я думаю, Люмерис вполне по силам нам захватить. Так, небывалый урожай закончился. Разъяренные ученые закончились. Вечное солнце закончилось. На медведице колонизировали пепловую. Ее можно, кстати, терраформировать в пустынную. Ну, пока... Пока так, ладно. На Ментаке... А, блин, у нас нету доступа к Ментаке. Во, у Геракла можно две планеты колонизировать. Отлично. Какую в начале? Наверное, токсичную. Просто тут больше производства. Угу. Отлично. Новые феномены. Открыты. Но я не вижу, чтобы где-то можно было исследовать феномены. Так, вот у нас системы сафонов. Ладно, что у нас с дипломатией? У меня давление на деревья. И, кстати, на люмерис я уже начал больше давить. За счет... За счет того, что я по очкам их опережаю. А вот деревья теперь на меня. Ну, тут одна десятая. Я смотрю, я на всех тут давлю. Кроме разрушителей. И сафонов. Не, мне кажется, надо люмерис захватывать. Ну, или нападать, повоевать с ними, как минимум. Не знаю, как с другими тут. Я бы очень хотел мир с деревьями заключить. Но я так понимаю, что... Вообще никак. Сдержанное ко мне отношение у... Хора Теней. Враждебное у Йола. Сдержанное у Хранителей. Сдержанное у деревьев. Неизвестно вообще Горацио. Каким образом я их встретил? Сдержанное у нас приводит больше ворота, чем Гори. Сдержанное у нас приводит больше ворота, чем... Сдержанное пока. С этими ребятами тоже сдержанное. Агрессивное люмерис. Подавленное разрушители. Агрессивное. Там кто-то разрушителей мочит. Я еще не встретил тех, кто их мочит. Да, вот. Война Горацио. То есть Горацио их там... И, блин. У этих всех холодная война. Ладно. Не будем им мешать. Как говорится. Не, я тут неплохо так уже развился. По ощущениям. Кстати, вот в оплоти предателя, наверное, можно на науку... Так, использование... Генерирование двух ресурсов. Можно колонизировать газовые гиганты и... Позволяет использовать ресурсы антимати странно. А что до этого я разве его не мог использовать? Беженцы. Хотя эти изгои держатся холодно и отстраненно, в них осталось достаточно человеческого, чтобы молить вас о помощи. Эта группа реманантов спасается на своем искореженном корабле с одного из объектов вечных, который довел до безумия многих их товарищей. Так, либо принять, и я получу двух реманантов в системе Медведица. Вероятность негативных событий 20%. Либо отказаться, и на всю империю будет плюс... Я откажусь. Нафиг они мне... У меня и так слишком дофига жителей прямо сказали, а плюс 10 на всю империю... Вы обнаружили домашнюю планету Сафонов. О, кто-то пытается потерянных уничтожить. Подавленное тоже настроение. Ну, тварина. Или умели искать там бюро... Ой, и эти еще бюрократическая путаница. Да вы достали. Кстати, у нас вон спящие. Здесь мы можем всю эту планету... всю эту систему видеть. Так. Население растет. В фаде закончилось. Хочу во влоте предателя сначала посмотреть на 25%. Вот. Да, я это, пожалуй, хочу построить. Три хода. Ну, плюс 25% науки. Когда счастье... А, ну тут, правда, нету счастья. Вот в чем дело. Бессмысленно тут пока строить. Вот тут есть счастье. 8 ходов терраформирования. 20 науки заплодачил. Вот это построим. Газовые гиганты можно колонизировать. Газовые гиганты можно колонизировать. Три хода. Три хода. Три хода. Три хода. Три хода. Три хода. Тут... Вообще я поставил уже терраформировать какую-то... Ладно, пока не буду. Почему дальше не... Потому что на Ментаку, типа, переключается, да? Так, фат готово. И Янус можно колонизировать. Колонизировать. И... В Брации можно колонизировать. Давайте вот так. Отлично. У меня будут все планеты, которые есть в моей системе. Я смогу колонизировать. У чего он сюда прилетает постоянно? Семнадцать тысяч хитпоинтов. Две тысячи против восемьдесят. Что за корабли? Такую еще и малый. Охотник средний. У меня все маленькие будут. Кораблики. К этому моменту. Не знаю. Не знаю. Может еще поднаделать флота. Что меня беспокоит. Ну, я, наверное, Сафонов проатакую. Я, вроде... Пять ходов, когда я обещал не атаковать, давным-давно прошли. Ну, он надоел сюда прилетать, честно говоря. Дымящееся оружие, часть 2. Следующая кассия шпионов ясно дает понять, что несмотря на то, что правда для вас, прежде всего, вы совсем не неженка. Плюс двадцать на империю. Зашибись. Фадараены выполнят это задание. Ну, это где-то летает мой корабль, патруль. По льве не могу отступить. Все, хана скауту, к сожалению. Эх. О, кто-то первый. Пятьдесят процентов. Ну, там не такая уж большая награда. Была. Так, тут производство. Так, хорошо. А где он сидит у нас в героине? Тут горячие, кстати. Все три горячие. Хотя я их вроде колонизирую, ээээ, терраформирую. Удовлетворение небольшое. Наверное, надо на удовлетворение прокачать. А, так у меня не открыто оно. Тогда... Тогда найду вот это. Так, ну и думаю, на этом я серию опять закончу. Напоминаю, продолжение завтра. Спонсоры канала могут прямо сейчас уже посмотреть. Во вкладке сообщества. Тут у меня флот корветов. Надо бы их как-то улучшить, конечно. Но это уже в следующей серии. Не знаю, мне кажется, этого пока маловато для атаки. 3543 и бегемот 6000. Мне бы еще одного бегемота доделать. Вот он один ход строится. Пока. И, наверное, все-таки на оейру как минимум нападать. Вот, смотрите, у Люмерис по-хорошему раз, два, три, четыре нормальных системы. Вот эти две это фигня полная. Ну, это опять же в следующей серии. Все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры. Продолжение следует...